Здравствуйте, здравствуйте, дорогие ямальцы! Несмотря на раннее утро, в ближайшие несколько минут разговор пойдет о серьезных вещах. А пока вы наливаете себе чашечку черного кофе или крепкого чая, я, журналист Константин Визерякин, напоминаю вам, что наша петербургская рубрика посвящена книжным новинкам. Книги — это не всегда серьезно, скажете вы, и будете правы. Но статус культурной столицы, где в настоящий момент я и нахожусь, обязывает к тому, чтобы мы говорили не о романах-однодневках, сценариях к телесериалам или эротической литературе, а об изданиях для сердца и ума. Самые внимательные из вас наверняка скажут. А книги, которые я сейчас держу в руках, в одной из предыдущих программ телеканал «Ямал-регион» уже рассказывал. И будут не правы. Просто издательство «Витанова» старается придерживаться одного строгого стиля, и внешне похожие книги на самом деле принадлежат перьям абсолютно разных авторов. И сегодня я познакомлю вас с работой Александра Познанского, «Петр Чайковский. Биография». Это двухтомник, собравший в себя материалы уникального исследования жизни и творчества великого русского композитора. Его основой послужили переписка Петра Ильича, а также документы из российских и зарубежных архивов. Не одно десятилетие понадобилось автору, чтобы представить читателям подлинный облик Чайковского без глянца, ретуши и идеологии. Подробно описаны эпоха, среда и личные отношения композитора. И даже прослежен его творческий путь. Особое внимание уделено малоизвестным фактам жизни, годам, проведенным в училище правоведения, трагической истории женитьбы и обстоятельствам безвременной кончины. Александр Познанский признает, после смерти вокруг имени композитора было два взаимоисключающих заблуждения – идеализация и развенчание. И если в первом случае Чайковский – признанный гений и точка, то во втором – человек сомнительных качеств. Вот почему задача автора, как он пишет в предисловии, демифологизация облика композитора равна, как и страны, во славу которой он творил. Для этого, в отличие от некоторых так называемых исследователей, сознательно выбиравших биографические факты для подтверждения собственных теорий, Познанский во главу угла ставит объективность, которой в процессе работы он и старался следовать. Через неделю мы продолжим рассказ о новых и интересных изданиях. Читайте новинки вместе с программой «Бодрое утро». До свидания.